Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, новые условия оплаты труда и поддержка федерального закона о тишине. Окружные парламентарии на прошедшей сессии рассмотрели и приняли ряд законопроектов. В повестке и заседании значились 14 вопросов. Валентина Чибичек расскажет о парламентских решениях. Татьяна Лагвиненко представила депутатам поправки в закон о налоге на имущество организации. Департамент финансов и экономики предлагает отменить льготы по налогу на имущество для бюджетных и казенных учреждений. По мнению ведомства, это позволит повысить эффективность использования имущества и пополнить окружной бюджет в 2017 году на 145 миллионов рублей. Бюджетные учреждения будут уплачивать налог за счет средств, получаемых от платной деятельности, доходы от которой на 1 октября 2016 года составили 154,7 миллиона рублей. По прогнозу, за год составят 225 миллионов рублей. Дополнительные финансовые расходы для казенных учреждений на уплату налога на имущество в сумме 48,2 миллиона рублей учтены в проекте бюджета на 2017 год. Работа по пересмотру предоставляемых налоговых льгот с целью сокращения выпадающих доходов окружного бюджета и исключения неэффективных льгот будет продолжена. Это одно из основных направлений бюджетной и налоговой политики Ниньского автономного округа на 2017 год и плановый период 18-19. Законопроект поддержан депутатами и принят во втором чтении. Принят с учетом рекомендаций и закон об оплате труда работников бюджетных организаций. В связи с переходом на новую систему оплаты труда утрачивают силу нормативные акты о надбавках молодым специалистам за наличие почетных званий и стаж. Теперь все надбавки будут включены в стимулирующие выплаты. Признается утратившим силу закон округа 384 ОЗИ, а надбавка за стаж работы работникам бюджетной сферы в связи с установлением единообразного подхода к установлению выплат стимулирующего характера. То есть все конкретные выплаты стимулирующего характера регулирующие стаж работы будут регулироваться нормативными актами исполнительных органов власти и положениями оплаты труда учреждений. Единогласным одобрением окружного парламента некоммерческие организации Ненецкого округа получили статус исполнителя общественно полезных услуг. НКО смогут оказывать услуги, которые сегодня предоставляют государственные организации, и получать за это зарплату. Средства на неё будут выделять в виде грантов и субсидий из окружного бюджета. Принятым законом снято ограничение на расходы по оплате труда членам социально ориентированных некоммерческих организаций. Теперь расходы могут превышать 50% суммы гранта. Это хороший закон, это государственные услуги переходят общественным организациям, например, таким как инвалидным организациям. Эти общественные организации инвалидные, они всё равно уже занимались этой волонтёрской работой, а теперь будет плюс, им за это ещё и будут платить деньги. Также на сессии депутаты окружного собрания приняли изменения в окружной закон об общественной палате. В соответствии с представленным проектом, общественная палата Ненецкого автономного округа будет состоять из 21 члена. Правом выдвижения кандидатов будут обладать некоммерческие организации. Список кандидатов членов общественной палаты будет утверждаться губернатором Ненецкого автономного округа. Члены общественной палаты будут утверждаться из списка кандидатов. Следующим образом, по 7 человек от губернатора и от собрания депутатов. И оставшиеся третьи, ещё 7 человек, будут выбираться путём голосования уже утверждёнными членами общественной палаты. Срок полномочий общественной палаты составит три года. Все члены палаты и её председатель будут работать на общественных началах. Функции по обеспечению деятельности будут возложены на аппарат общественной палаты, который будет создан в казенном учреждении по обеспечению деятельности уполномоченных и общественной палаты Ненецкого округа. При этом дополнительных расходов из бюджета региона на создание аппарата общественной палаты не потребуется. Рассмотрели на сессии и проект федерального закона о внесении изменений в кодекс об административных нарушениях. Речь идет о нарушениях тишины и покоя, которые зачастую сходят с рук нарушителям. В округе мы столкнулись с этой проблемой, и я рад, что наши коллеги из других регионов тоже этот вопрос подняли. Если закон будет принят Госдумой, то органы внутренних дел будут обязаны выезжать на эти вызова, составлять протоколы, и они будут иметь право их рассматривать оперативно, чётко, в короткие сроки. Единогласно проголосовали депутаты из-за поправки в части льготного медицинского обеспечения. Так, до двух лет продлевается бесплатное обеспечение медикаментами граждан с острым нарушением мозгового кровообращения. Сегодня льготный срок составляет шесть месяцев.